Всем привет, друзья мои! На канале Наутилер новая история перехода на Наутил. Начинаем! Мой агротур по Казахстану продолжается, и на его пути мне встречается очень много интересных людей, очень много интересных историй перехода на Наутил. Люди разные, истории разные, но их объединяет то, что все они проходят через отказ от паров, которые так популярны в земледелии Казахстана. Герой нашей новой истории, Мирам Сагимбаев, считает, что чистая нулевая технология невозможна. Но, тем не менее, свой путь к нулевой технологии он начинает через беспоровое земледелие. Меня зовут Сагимбаев Мирам, я занимаюсь фермерством уже 30 лет. Вот в этом году, в декабре, 21 декабря, используется 30 лет. Республика 16 декабря тоже 30 лет исполняется Казахстану, вне зависимости. За 30 лет был студентом, кончил Цельноградский сельскохозяйственный институт с красным дипломом. И главная идея, отец у меня агроном, получается, я потомственный агроном, он в этом районе проработал 30 лет, опыт есть. И то, что, когда учился в институте, мне это в душу запало, был такой ученый, Мехлис Косымович Сулейменов, это ученик Бараева. И он нам лекцию прочитал в 75-й аудитории, как сейчас помню. Вот друг у меня есть, Пельсер Валера, мы вместе учились. И запало в душу беспаровое земледелие. Это земледелие, вот это, за эти, сколько живу, вот это беспаровое земледелие я хочу внедрить. Как получилось, в Шартандах опыты закладывают Кана Ташкевич Ахшалов. Это ученик Мехлиска Сулейменова, он уже с 79-го года опыты закладывает беспаровое земледелие. И у него такие результаты, 30-35 центнеров получает, почему в производство не лезет, не идет эта технология. А я понял, что это, ну, за столько лет, что понял, почему она не лезет, не идет в производство, потому что борьба с сорняками не решена. Получается, он на том поле, где он закладывает опыты, там сорняков нету, а в производстве такого же не бывает. И осота нету, у него получается результат отменный. За счет предшественника, за счет бобовых, пар заменили бобовыми, у него получается отменный результат. 30-35 центнеров на делянке получает, а для нас, это для Казахстана, это супер. Потом я сотрудничал с организацией Семит, вы, наверное, знаете. Ко мне приезжали вот в Ангарию, день поля делали 2 года, 2003. У нас 4 фермера по Казахстану, это Даринов, я в Астрахан, это в Пургайской степи, я в Акмолинской области, и этот, как его, Сураев покойный, это Вишневка, юг, в сторону Караганды. И Шария Сданов, это североказахстанская, опыты заложили по нулевой технологии. Я тогда впервые познакомился с нулевой технологией. Эти ученые, представители Семита мне объяснили, они опыты. Взяли вот эти СЗСки, которые вон есть, переделали на ральник, поставили на ральник и посеяли. И на опытах, ну правда, я увидел, что в этом есть резон. Сохраняется влага. У нас дефицит влаги сумасшедший. У нас еще по обеспеченности влаги хуже, чем в Канаде. 2003-2004 год опыты закладывали, результат получился неплохой. И решил в 2005 году сеялки, поехал в Сельноград-Сельмаш, все переделал на ральник, поставил. За каждым агрегатом поставил этот, как его, опрыскиватель и посеял по новой технологии. Получился отрицательный результат. Почему отрицательный результат? Потому что хороший результат получился на поздних посевах, на ранних посевах плохой результат. Сорняк прорастет, потому что мы глифосат выливали просто так. Вылили глифосат, а сорняк потом вырос. У нас вот эти такие злостные сорняки, как Асот, Венок, он вылазит где-то числа... Вот в этом регионе где-то 18-20 вылазит, и то не полностью. А вот у нас есть Каутон, это 100 километров отсюда. Там вылазит где-то 20-21 этот сорняк этот вылазит. Поэтому мы яд выливаем глифосат просто так. Потом думаю, что это не идет, 2007-2008 смотрю, что-то начал, недоумение уже. А потом такой принцип, кто-то другой, может, это бросил бы, этим заниматься. Но я не стал бросать. Поехал с Кана-Ташкевичем Ахшалом в Канаду. В чем дело? А там, оказывается, сумма положительных температур уже в апреле наступает. Поэтому сорняк у них раньше влазит. Поэтому у них глифосат лучше работает. Потом пришел сюда и решил, как теперь сеять? Нам надо сеять где-то по оптимальной сроке 15 по 25 мая. Получается, вот эти первую неделю срок, получается, мы не попадаем. Поэтому я решил взять сейлку лапка, чтобы иноральник был. Если до первую неделю работать без глифосата лапками, а потом переходить наноральник. И ради этого купил, но это не выход получился. Потому что у нас там неудача была с этой лапкой, когда там доводчик не был, вот эта проблема. Пока это поняли, 4 года прошло. Вот эта система. Потом мы поняли и решили перейти. Как это выйти? Севоборот, без паровой земледели. Чечевицу ввели в севоборот. И перевели опрыскивание с весны на осень. Опрыскивание. Сейчас мы опрыскиваем 60% полей осенью глифосатом. Чтобы весной сразу сеять лапкой, чтобы вообще не сеять. Чтобы сразу наноральником сеять. Наноральником. А потом решили, посмотрел, наноральник, диск. Вопрос тоже возникает. Здесь эта зона солонцовая. Солонцоватость присутствует. Поэтому тут все наноральник. А та зона в Каутон, там более южный чернозем. Там более мягкая земля. Туда надо вот диск. Вот в этом году купили новый агрегат. Вот сзади вас стоит дисковая оселка. И мы решили, что надо уже переходить на азот, чтобы жидкий азот. Купили уже сразу точное земледелие, чтобы субсидии были. Вот это с этим министром я спорил. У нас министр Мамудбеков был на тот период. Что надо вносить. Для того, чтобы субсидии были, надо точный агрегат купить для точного земли. Тот старый агрегат, который мы купили у тех системы, он не позволял это делать. Потому что у него была система другая. У него был этот, как его, монитор старый был. Он не имел возможности по карте вносить. Вот эта селка теперь имеет возможность. Очень большие затраты. Но мы осознанно на это идем. Мы хотим... Цель у нас не только материальная. А что-то вот это доказать, чтобы мы умеем работать по этой технике. Берем целенаправленно в том направлении, которое нам надо. Какая бы она дорогая ни была. Самая большая трудность технологии, как к этому, если по-научному подходить, вот эта проблема с осотом. Вот это я ее проблемой никак не могу еще доработать. Осот у него корнепурского корня с 30 сантиметров идет. Глифосат, вот осенью глифосатию это не решает проблему. Надо еще что-то пробовать. Теперь вот вы говорили, что нулевая технология, там он нулевую, это механически работает. Ну чисто нулевая не пойдет. Почему? Вот я севоборот для себя разработал. У нас раньше был пятипольный севоборот. Пар, пшеница, пшеница, ячмень, пшеница. Это классический. А теперь у меня севоборот чечевица, пшеница, пшеница. И третья культура это пшеница, ячмень, третикали туда добавляю. И вот за трехпольный севоборот получается в этом трехпольном севобороте вот хочу эту систему доработать до логического конца. Ну наутил, говорю, 2003 год, 2004 год был. Поэтому шапка за китайский был подход сразу. Они думали, что результат сразу будет, а не получится. Вот уже, говорю, в течение 20 лет работаю. Все-таки нюансово вылазит, то чечевица после действия, проблему асота можно зерновых очень легко решить. За счет этих секатора, за счет этих, которые системные, они тогда избавляют. А когда с чечевицей работать, вот это не пойдет. Секатор уже два года после него чечевица не растет. Надо вдумчиво переходить, по-другому как. В любом деле шапка за китайский не пойдет. Надо искать. У каждого своя правда, поэтому истина. Каждый свой представитель, вон с Актюбинской есть, у них совсем другая погода. Надо подходить творчески, в любом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова